Городские цветы. Ими можно любоваться и даже складывать про них песни. В этом году ивановцев снова радуют пестрые клумбы. Весенний вариант – тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Клумба в сквере Якова Горелина так и называется – весенняя мозаика. Здесь рядом с цветами установили специальные таблички, чтобы горожане могли узнать сорт растения и продолжительность его цветения. Решили сделать одно место в городе, куда любой житель придет и в одном месте увидит все многообразие, которое предоставлено в городе. Различные виды тюльпанов, допустим, лилии цветные, у которых цветок чем-то похож на лилии с острыми кончиками. Махровые поздние, которые в народе называются пионовидные, действительно издалека цветок похож на цветок пиона. Также есть несколько сортов, которые на одном цветоносе дают до семи бутонов. Радовать глаз – вот в чем истинное предназначение короткой, но яркой жизни цветка. Впрочем, не каждый человек способен оценить это. Из года в год цветы обрывают, а клумбы разрушают. Очень печальный факт сегодня ночью произошел на Типографской, когда изуродовали клумбу, фонтан. И мы просим всех, кто располагает информацию, кто это сделал, сообщить ее в управление благоустройства и в милицию. Этим тюльпанам осталось цвести около 10 дней. Их сменят однолетние виды цветов, в том числе и новые, которых до этого в городе не высаживали. Петуния, бархатцы, цинерария. Но в этом году мы по просьбе жителей возобновляем посадки бегонии на центральной городской клумбе и посадки пеларгонии. Пеларгония будет посажена в арт-сквере. Настоящий сюрприз любителей прекрасного ждет в день города. Мэрия обещает презентовать необычайно красивую клумбу на воде. А между тем, подрядчик, который занимается озеленением городских улиц, готовится уже к следующей весне. В Голландию отправлен заказ от Иванова. Там с мая по август будут выращивать луковицы тюльпанов, которые в сентябре высадят на клумбы областного центра. Ровно через год горожане увидят черные тюльпаны.